Израильские оккупанты казнили на севере Газы около 30 палестинцев в школе Бейт-Лахии, надев на них наручники и завязав глаза. Движение Хамас заявило, что оккупационная армия устроила резню против мирных жителей, казнив их после жестокого обращения с ними. Движение призвало правозащитные учреждения задокументировать это ужасное преступление, чтобы привлечь к ответственности армию преступников и ее нацистских лидеров, которые продолжают убивать и истреблять палестинский народ, несмотря на решение Международного суда, который призвал прекратить геноцид и этнические чистки. Палестинский клуб заключенных заявил, что обнаружение связанных тел 30 погибших является явным доказательством сионистской казни против них и что появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что задержанные подверглись казням. Днем ранее оккупанты вернули эксгумированные из кладбищ Газы тела 100 погибших, в числе которых убитые младенцы. Во вторник состоялось их массовое захоронение в братской могиле в Рафахе. Их личности не удалось установить, поскольку тела сильно разложены и опознать их невозможно. Они, Палестинский Красный Крест, видели тела, которые забирали. И когда их возвращали к ним, своим семьям, у них отсутствовали органы. Сам Израиль заявил, что у них самый большой банк кожи в мире и что большая часть этой кожи взята и собрана с телых заключенных и их жертв. Ранее в сети появились вот эти видеокадры, на которых видно, что оккупанты взяли в заложники палестинцев хан Юнисия и присвоили им порядковые номера. Их заставляют сидеть на коленях со связанными руками.